так всем здравствуйте хочу поделиться историей которая произошла с моим отцом к сожалению он уже умер и уточнить я не могу эту историю я вспомнил когда слушала рассказа снежном человеке то есть отец ее рассказывал и и как бы я тогда ну как сказать не верил в общем смысл в том что отец был в горном алтае он биатлонист лыжник а летом они отдыхали ну там тут тур походы ходили с друзьями там я точно уже сейчас не помню с кем он там был с учениками или с друзьями но короче вот он постоянно рассказывал что пришел медведь и затушил костер ну как-то вот рассказывал ну как ты никто вот и как я еще салака тогда был маленький и как бы ну помню ждал что он когда не с мужиками пиво пили он как бы рассказывал но и как бы реакцию помню что как бы все смеялись так ну думали но он да говорит они выпившись из нам были ну либо как это тепло медведь такой не может сделать типа ну пьяный были там показалось ну короче никто как бы не верит и тоже когда я рассказывал эту историю позже когда тоже там с охотниками встречался с рыбаками ну вообще вот так вот когда вот появилась такая возможность я рассказывал и тоже смотрел так на меня так смотрели ну типа это и так посмеивались ну типа медведь не может так сделать ну типа твой батя ли обманул либо пьяный был показалось ну я не думаю что отец зачем бы он в раму если бы он пошутил бы он бы потом сказал что пошутил да ну он как бы неоднократно это и мне рассказывал и вот своим знакомым поэтому исключено пушине он ни один он же видел и вот как бы я снежным человеком тогда ну как бы так и всем интересовался и нло там все мистическим ну и как бы снежный человек тоже так сказать так вот когда я смотрел на канале германа куртова уже много видео пересмотрел тут он приводит рассказы где он встречался но или не он там он или мы увидим прислали в общем рассказы очевидцев в глухих деревнях до утра ездят путешественники спрашивают и вот они рассказывают там бабушки дедушки там молодые то есть тысячи таких его на рассказ тут точь-в-точь и когда этот рассказ услышал я просто сразу так вспомнил ярко и опешил прям получается отец видел снежного человека это не медведь был то есть рассказ заключался мужик тоже один был костер разжег и пошел к речке ну не помню не помню чем там за водой и что-то приходит костер потушим он это разжег и ну и опять ушел к речке там и да и опять приходит опять костер костер потухом да что такое ну это решил как бы это опять зажег и ушел и спрятился посмотреть что кто как то его тушит и короче пришел снежный человек затушил ушел и вот тоже я честно не помню все подробности где они при этом были то ли в палатках то ли около костра то ли не недалеко от костра но он просто рассказал что он пришел медведь затушил костер ушел то есть не стал к палаткам подходить там трогать а где они были как это видели вот это к сожалению отец умер и не ну я думаю на ранее были уже спать укладывались ли где-нибудь там за палатками были и вот он подошел и они как бы видели но естественно не естественно выпившие были да ну и темно было и честно но темная большая фигура ну подумали большой медведь оказывается это вот это и был снежный человек и после этот рассказ у точности совпадает которые рассказывали очевидцы вот такую-то это горнолтай был где там точно не помню и кстати вот горнолтая был тоже в горнолтай пусть коксинский район где вот релик был и потом вот где катун туда где дорога заканчивается примут если ехать сторону от пусть коксинского района обратно едешь я не помню там мы ехали петля ли виляли кучу деревень проезжали и до коту не доезжаешь вот если ехать коксинского района до в сторону борнула кто где дорога коту не заканчивается и еще где-то мы часов 7 шли до места и как бы я ну я 1 запишу отдельный ролик как я общался с жителями как непосредственно самой деревне так и в самой тайге ну как которых встречал на пути которые сами заходили этого там домики специальные короче смысл в том что чуть ли как точно даже ну наверно каждый второй видел его следы кто был в пределах белухи а каждый не знаю даже на 7 10 видел его лично ну вдалеке естественно и видели белого то есть серый такой светлый и темный то есть как бы да у них нет такого верит не верит они знают следы там гру но это я думаю отдельно сделавшую так как не по тем не по теме на работу один случай другой